ВИЧ-инфекция и беременность несовместимы. Это один из главных мифов, который специалисты активно пытаются развеять. При грамотной медикаментозной поддержке инфицированный человек способен жить полноценной жизнью до глубокой старости. А женщина с ВИЧ-инфекцией может родить здорового и крепкого малыша, несмотря на свой диагноз. Как обезопасить себя и будущего ребенка? Об этом поговорим с заведующей отделом профилактической работы областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Еленой Денисовой. Она у нас в студии. Здравствуйте, Елена Геннадьевна. Здравствуйте. Елена Геннадьевна, первый вопрос такой. Когда и как часто необходимо обследоваться на ВИЧ-инфекцию беременным женщинам? Ну, я хочу сказать, что каждая женщина в своей жизни мечтает родить ребенка. И, конечно, наши ВИЧ-инфицированные женщины – это не исключение. Но ВИЧ-инфекция, конечно, требует определенных правил профилактики для того, чтобы именно малыш появился здоровым на свет. Поэтому мы, конечно, тщательно следим за беременными женщинами в плане ВИЧ-инфекции. И они у нас обследуются несколько раз за беременность. Первый раз это происходит при постановке на учет беременной. И в последующем, в 30-32 недели, женщина обследуется на ВИЧ-инфекцию. И уже в зависимости от результата, конечно, дальше следующее наше действие. То есть это обязательно такая процедура, да? Это обязательно сейчас для беременных, да. Расскажите, пожалуйста, какими способами сегодня можно заразиться ВИЧ-инфекцией? На сегодняшний день уже доказано три пути передачи ВИЧ-инфекции. Первый путь, конечно, это половой, который сейчас у нас доминирует. Второй путь – это парентеральный, это при нарушении кожных покровов, то есть кровь в кровь. И вертикальный путь заражения – это от матери к ребенку во время беременности, в родах, при грудном вскармливании. Вот. Если на, скажем так, на начале развития, вот, ну, появление новых случаев ВИЧ-инфекции был, преобладал у нас парентеральный путь заражения, то сейчас доминирует половой путь заражения. И, конечно же, вот мы считаем, что ВИЧ-инфекция – это болезнь поведения. То есть если человек практикует какие-то рискованные практики в своем поведении, то, конечно, у него высокий риск заражения ВИЧ-инфекцией. А расскажите о других способах заражения, вот, парентеральной, ну, немного информации хотя бы. Ну, парентеральный путь заражения, конечно, в основном, это происходило заражение при употреблении внутривенным наркотических препаратов. То есть это в основном больные наркомании у нас были, скажем так, в больших случаях выявлялись зараженные ВИЧ-инфекцией. Ну, это, наверное, больше в 90-е годы, когда был расстрел? Ну, да, это было начало 2000-х годов, когда мы получали, в основном преобладал вот парентеральный путь заражения, то на сегодняшний день он снизился и составляет где-то около 12%, потому что в основном у нас около 88% идет сейчас половой путь передачи. Вы еще упомянули вертикальный способ. Вертикальный, да, это от матери к ребенку во время беременности в родах и при грудном вскармливании. Если женщина ВИЧ-инфицированная, то, конечно, она может передать своему ребенку ВИЧ-инфекцию. Но риски снижаются, если все-таки мама будет принимать? Да, если мама получает профилактическое лечение, конечно, то риски снижаются у нас до 1%, а то и меньше даже. То есть, конечно, дети рождаются у нас без ВИЧ-инфекции. Если мама соблюдает все наши рекомендации, если она отказывается от грудного вскармливания, то, конечно, ребенок рождается без ВИЧ-инфекции. Вот смотрите, вопросы зачатия ребенка для супружеских пар, в которых один или оба партнера ВИЧ-инфицированная сейчас является актуальным. Как возможно обезопасить себя и, в первую очередь, будущего ребенка? Ну, мы, конечно, всем рекомендуем обследоваться в первую очередь на ВИЧ-инфекцию и в том числе половым партнерам беременных, потому что от отца малыш не может получить ВИЧ-инфекцию. Происходит заражение только от мастери к ребенку. Поэтому, конечно, в первую очередь мы беременных женщин обследуем и, конечно, обязательно половых партнеров, чтобы обязательно каждая женщина привела своего мужчину сдать кровь на ВИЧ. И тогда уже в зависимости от результата на ВИЧ мы проводим такие профилактические мероприятия. Вы уже сказали о том, что от отца ребенок не может быть ВИЧ-инфицированным. Но какие вы можете дать рекомендации для пар, в которых мужчина инфицирован? Может ли все-таки от отца заразиться ребенок ВИЧ-инфекцией? Ну, конечно, мы обязательно проводим профилактику среди вот таких пар. И обязательно мужчина, который ВИЧ-инфицирован, должен состоять у нас на учете и получать лечение. Потому что наша терапия, которую сегодня мы назначаем, она способствует тому, что вируса в крови нет, снижается вирусная нагрузка до неопределяемого уровня. И, конечно, в плане заражения ВИЧ-инфекцией человек становится безопасен. Конечно, обязательно мы и проверяем маму. И если женщина не была инфицирована вот в этой паре, в супружеской, конечно, мы ее почаще проверяем за время беременности. Чтобы нам поймать вот этот момент, если вдруг произошел случай заражения. Но, конечно, мы делаем акцент именно на отца, чтобы он получал лечение. Это в первую очередь. И такие женщины, конечно, у нас, в общем-то, тоже получают профилактику во время родов и отказываются от грудного вскарбливания. А если женщина все-таки узнает о своем положительном статусе, какие ее дальнейшие действия? Если женщина узнает о своем положительном статусе во время беременности, то она у нас обязательно получает профилактическое лечение. Это на сегодняшний день является самым, скажем, защитным фактором, от того, чтобы не заразить ВИЧ ребенка в первую очередь. Поэтому, конечно, они получают профилактическое лечение во время беременности, в родах. Ребенку мы тоже назначаем профилактические препараты. Это так называемая трехэтапная профилактика во время беременности, медикаментозная. И плюс у нас еще неспецифическая профилактика – это отказ от грудного вскарбления. Потому что грудное молоко – такая инвазивная жидкость, которая может заразить ребенка при кормлении. Елена Геннадьевна, как влияет беременность на течение ВИЧ-инфекции? Опасна ли беременность для женщины, для будущей мамы? Скажем так, лет 10 назад ВИЧ-инфекция входила в перечень показаний к прерыванию беременности. То есть ВИЧ-инфицированную женщину, мы, в общем-то, говорили о том, что прерывая беременность и не рожай. С появлением препаратов противовирусных, которые защищают женщину именно от передачи ребенку вируса, конечно, этих показаний для прерывания нет. И каждая женщина ВИЧ-инфицирована, независимо от того, какой у нее иммунный статус, она может рожать ребенка. Именно только выполняя наши рекомендации, получая лечение. А беременность на лечение как? Влияет или нет? Беременность на лечение не влияет абсолютно, конечно. Но сама беременность несколько снижает иммунитет у женщины. Но именно вот наша противовирусная терапия, она помогает тому, что вирус не разрушает иммунные клетки и сохраняет иммунитет во время беременности. Есть ли риск заражения ребенка ВИЧ-инфекцией во время родов? Да, это самый высокий риск во время родов. Поэтому, конечно, во время родов. Вообще мы стараемся во время беременности вот именно этими препаратами противовирусными снизить нагрузку вирусную до неопределяемой, чтобы в крови вируса не было. И тогда, конечно, риск существенно снижается передача от матери к ребенку. И в родах также у нас есть препараты, которые мы обязательно проводим женщине профилактику в родах для того, чтобы ребенок не заразился. Во время самих родов присутствуют ли специалисты центра рядом с будущей мамой? Нет, не присутствует. У нас все наши акушеры-гинекологи, которые в родильных домах работают, они все обучены, они знают ВИЧ-инфекцию, то есть они сами проводят профилактику. То есть мы не присутствуем, конечно. А вот скажите, пожалуйста, родильные дома для женщин, которые знают уже о своем положительном ВИЧ-статусе, они какие-то специальные, особенные, или это все те рядовые родильные дома, которые у нас есть в Саратской области? Нет, это все родильные дома, конечно. У нас нет специализированного родильного дома именно для ВИЧ-инфицированных. То есть у нас женщины рожают в любом родильном доме в обсервационном отделении. То есть у нас врачи все обучены, они все это знают. И те женщины, мы, конечно, даем обязательно, наш центр дает рекомендации в роды, мы даем план на ведение родов, где уже именно ВИЧ-инфекцию как бы расписываем, что как врач должен вести роды. Если, например, женщина у нас состояла на учете, она имеет неопределяемую вирусную нагрузку, соответственно, мы, скажем так, рекомендуем роды через естественные родовые пути. То есть она может рожать самостоятельно. Если же женщина у нас или встала поздно на учет, или не принимала препараты, отказывалась, то есть мы таким женщинам, которые не достигли неопределяемой нагрузки к родам, мы рекомендуем кестеревое сечение. И врачи роддомов об этом знают. Вы уже упомянули такую процедуру, как грудное вскармливание. И вот является ли это одним из путей передачи вируса ребенку? Да, на сегодняшний день это является, и это было так. Но сейчас, конечно, уже вот именно, опять же, стараюсь подчеркнуть, что именно с терапией, то, что нет вируса в крови, нагрузки нет, то при грудном вскармливании, конечно, это тоже риск снижается. Но, тем не менее, мы практикуем только отказ от грудного вскармливания. Расскажите, проводится ли диагностика ВИЧ-инфекции у детей, рожденных от ВИЧ-положительных матерей, и как она проводится? У нас есть две категории женщин, которые имеют нагрузку к родам вирусную, то есть мы ее определяем, она есть, и тем самым повышается риск передачи ребенку. И есть женщины, которые достигли неопределяемой вирусной нагрузки, то есть соблюдая все наши рекомендации. Если женщина не состояла, например, на учете, или она встала поздно на учет, то есть мы не добиваемся снижения вирусной нагрузки в крови у женщины, то такой ребенок, в общем-то, относится к повышенному риску заражения ВИЧ-инфекцией. Мы его обследуем в течение 48 часов первых жизней, то есть сразу в родильном доме. И обследуем мы ДНК, на ДНК вируса именно, вот такие-то системы у нас очень чувствительные. Вот. Если, допустим, женщины все-таки добились мы того, что она пропила препараты, снизила вирусную нагрузку, то тогда ребенка мы обследуем в полтора месяца, первый срок обследования, и в следующий раз в 4 месяца. То есть мы делаем дважды вот этот тест ДНК ВИЧ, вот. И если мы получаем отрицательные результаты, соответственно, мы можем предположить, что ребенок у нас не заражен ВИЧ-инфекцией. При получении положительного результата, конечно, даже в родильном доме, то есть та профилактика, которая назначается ребенку в период новорожденности, она у нас, в общем-то, сразу переходит на лечение. То есть мы детей таких с ВИЧ-инфекцией лечим прямо вот с первых дней жизни. А снимаем с учета... Вообще дети у нас стоят на учете в течение полутора лет. И снимаем мы их с учета, когда у них исчезнут материнские антитела. То есть где-то до полутора лет в крови ребенка антитела материнские циркулируют. И поэтому, когда они исчезают, то есть мы проводим несколько раз анализы, мы тогда снимаем ребеночка с учета без ВИЧ-инфекции. Расскажите, пожалуйста, о препаратах, которые принимают беременные ВИЧ-положительные женщины во время беременности. И они какие-то особенные, специальные для них? Женщины во время беременности принимают противовирусные препараты. Даже не один препарат, а мы назначаем схему препарата. Подходим мы, конечно, к назначению всегда индивидуально, учитывая сопутствующие заболевания беременные. То есть все препараты, вся схема подбирается индивидуально. Мы назначаем только те препараты, которые разрешены во время беременности. То есть они не обладают артогенным действием на плод. Мы обязательно все эти препараты просматриваем, смотрим, как переносит эта женщина, потому что не всегда схема подходит. Поэтому мы изменяем препараты. У нас достаточно широкая линейка препаратов, которые мы назначаем во время беременности. И женщины прекрасно переносят. Есть у нас женщины, которые уже до беременности принимали препараты противовирусные. И если беременность наступает уже на фоне лечения, то есть также мы смотрим, подходит препарат или не подходит, изменится схему лечения или нет. То есть мы уже на этапе, скажем, планирования беременности. Если женщина к нам приходит и говорит о том, что она планирует беременность, и мы изменяем ей схему препаратов, которые она получает. А если положительный статус беременной выявляется на поздних сроках, какие действия дальнейшие? Ну вот смотрите, если женщина к нам обращается на поздний срок беременности, у нее выявлена ВИЧ-инфекция, то независимо от срока беременности мы также назначаем ей схему препаратов. Хотя бы даже на несколько недель, но она ее получает. Единственное, что здесь какие будут изменения, то есть мы назначаем ребенку уже усиленную схему профилактики. Если у женщины, которая состояла на учете, получала препараты, у нее снижена нагрузка, мы ребенку назначаем в качестве профилактики один препарат, то здесь мы назначаем ребеночку три препарата. То есть так называемая усиленная схема химиопрофилактики обязательно. А также в родах она получает, женщины, такую же схему, в общем-то, как и все остальные наши медленные, печенфицированные. Если у наших телезрителей возникнут дополнительные вопросы к специалистам Центра СПИД, как их возможно задать? Ну, задать нам вопрос можно и по электронной почте. У нас есть сайт, на котором можно задать вопросы, есть телеграм-канал Центр СПИД Саратов. Пожалуйста, задавайте свои вопросы, вы получите ответы. Можно обратиться лично в Центр СПИД, и получить консультацию специалиста, если такие вопросы возникают. И последок, наверное, что бы вы могли пожелать будущим мамам, которые уже знают о своем положительном статусе, ВИЧ-статусе, но они боятся иметь детей с таким диагнозом? Ну, что бы мне хотелось пожелать? Не надо бояться. Не надо бояться, нужно обратиться к нам в Центр, и мы всегда поможем. У нас врачи-специалисты очень квалифицированные, врачи-инфекционисты. Пожалуйста, мы всегда поможем. Подберем ту схему, которая будет приемлема. Не нужно бояться. Сейчас, конечно, есть препараты, сейчас ВИЧ-инфекция, несмертельное заболевание. Поэтому при соответствующем лечении человек долго сохраняет свое здоровье, живет полноценной жизнью и рожает здоровых детей. О нашим телезрителям я напоминаю, что у нас в гостях была заведующая отделом профилактической работы областного клинического центра профилактики и борьбы со СПИД Елена Денисова. Это программа ГОСТ-студии. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова